Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Из поколения в поколение народная молва предписывает будущим мамам, что можно делать, а что вовсе под запретом. И часто именно во время беременности женщины начинают верить в нечистую силу чёрной кошки. Нам свойственно всем людям бояться того, чего мы не знаем или не видим. И когда мы не видим своего ребёнка и не знаем наверняка, как он там развивается, какое количество у него пальчиков, как у него там развиваются и функционируют его внутренние органы, его головной мозг. Мы волнуемся и переживаем, и начинаем переориентировать вот этот вот свой страх за ребёнка на что-то. Это своего рода плюс. То есть вот мы боимся переступать через шнур, да, а не думаем при этом, что реально мы боимся за ребёнка. Потому что под каждой приметой есть страх за ребёнка. Некоторые приметы действительно не лишены смысла, говорят специалисты. К примеру, та, что запрещает во время беременности игры с кошкой. На сегодняшний день практически каждая беременная женщина знает, что такое таксоплазмоз, и кошки являются носителями этого заболевания. И все мы сдаём анализы во время беременности, именно на наличие вот этих вот титров на таксоплазмоз. То заболевание, которое на самом деле действительно может оказать негативное влияние на течение беременности. В списке небеспочвенных суеверий запрет на позу нога на ногу. Согласно преданиям, она влечёт за собой неправильное развитие ножек малыша. Специалисты с этим не согласны, но сидеть в таком положении тоже не советуют. В случае приметы сидеть нога на ногу нельзя не только беременным женщинам, да, а в принципе никому. Потому что происходит некая такая, знаете, деформация и тазового, и костей таза, и нарушение кровообращения в ногах и в матке. При таком положении, то есть когда мы сидим нога на ногу, идёт такой небольшой перекос таза, да, то есть вправо-влево, неважно, да, происходит нарушение кровообращения в матке, в ногах, а отсюда возможно возникновение отёков. Приверженцы народных преданий не одобряют и свежий маникюр или новую стрижку будущей мамы, а вот специалисты говорят, щадящие косметические средства не навредят малышу, а вот порция удовольствия от процедур лишней не будет. Бессмысленные приметы перинатальные психологи считают и запрет на шитьё и вязание. Вязать, шить, любое рукоделие полезно с тремя, пятью, десятью восклицательными знаками. Почему? Когда женщина работает руками, любая мелкая моторика, она влияет на развитие, все знают, головного мозга. Но что самое удивительное, что когда это делает беременная женщина, сигнал идёт в её мозг, изначально идёт процесс расслабления, происходит синхронизация таких волн в головном мозге, все те страхи, все те приметы, которые присутствуют в её сознании, и всё то, чего она боится, успокаивается. Научно доказано идёт интенсивное развитие коры головного мозга ребёнка. Самая верная примета – следовать своей интуиции. Это лучшая гарантия того, что малыш родится здоровым и счастливым.